Мы начинаем нашу последнюю трансляцию с дворца спорта Лобня, который находится естественно в городе Лобня. Сейчас состоится финал заключительного вида чемпионата России по фехтованию в командном первенстве по шпаге у мужчин. А перед этим мы хотим вам напомнить, как накануне были разыграны золотые медали в личном первенстве. Напомню, что чемпионом России стал Сергей Ходос из Московской области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот вы посмотрели все самое интересное, что было вчера. Ну а сейчас с минуты на минуту состоится представление участников команд, которые будут оспаривать завершающую заключительную 12-ю золотую медаль, которая разыграна в городе Лобня. Давайте я вам напомню, кто выиграл предыдущий одиннадцатый наград. Открылся турнир соревнований мира периодов мужчин и список чемпионов России 2014 года открыл Тимур Сафин из Башкортостана. Интересно, что Тимур Сафин выиграл золотую медаль чемпиона России всего лишь через 48 часов, как он победил на крупном международном турнире во Франции в городе Милун. И вот пролетев 2500 километров, вышел здесь на дорожку и тоже победил. В соревнованиях по шпаге у женщин на следующий день драматичный финал, где Любовь Шутова и Татьяна Андрюшина боролись. Любовь Шутова проигрывала 13-14, но смогла сравнять счет. Казалось, что дело дойдет до приоритета. Но за 2 секунды до конца Татьяна Андрюшина почему-то решила атаковать. И за 2 секунды до конца Любовь Шутова нанесла победный укол 15-14. Вот вы видите уже команды шпажистов занимают свои места около центральной дорожки. За золото будут спорить команды первой сборной Москвы и Московской области. А я тогда коротко пробегусь еще, кто стал чемпионом России. Парапириум мужчин в командном переносе выиграла сборная Московской области. Турнир шпажисток отличились москвички. Затем парапириум женщин в личном переносе выиграла Инна Дереглазова из Курской области. И она же вместе с подругами по команде завоевала золотую медаль в командном переносе. Сабли, мужчины. Здесь 2 золота достались представителям команды Москвы. И в командном переносе сборная Москвы выиграла. И в личных соревнованиях в финале Алексей Якименко выиграл 15-13 у Вениамина Решетникова из Новосибирска. Турнир саблисток завершился победой Яны Ягорян в Московской области личной. А командное переносе выиграла сборная Москвы. Ну и наконец в личном переносе по шпаге самые интересные моменты, которые вы видели. Переносе было Сергей Хода с Московской области. Вот сейчас сборная Московской области имеет шанс тоже выиграть золотые медали. Но для этого надо победить москвичей. Вот вы видите сборную Москвы. Сергей Бида, Никита Глазков в составе команды Москвы, Вадим Анохин и Денис Сидоров. Ну а это сборная Московской области. Вы видите слева направо Антон Авдеев, Олег Скорбогатов, Сергей Ходос и Антон Глебко. Вот Сергей Ходос, а это москвичи. Вадим Анохин, Никита Глазков, Денис Сидоров, Сергей Бида. Итак, на дорожку выходят первые участники. Это Антон Авдеев, представляет сборную Московской области. И Никита Глазков будет защищать честь сборной Москвы. Но Антон Авдеев, чемпион мира 2009 года, в личном первенстве. В Анталии он тогда выиграл в блестящем стиле турнир. Это последняя золотая медаль наших шпажистов на чемпионате мира. А его соперник Никита Глазков. Арбитр встречи Андрей Быков дает команду к началу поединка. И, собственно, вот оно началось. Поединок длится до 5 уколов или 3 минуты. Ну, правда, если спортсмены не будут проводить какие-то действия, то арбитр вправе остановить бой и сменить пару участников. Ну, вот сейчас Никита Глазков начал успешно. Открыл счет 1-0. Прошло всего 20 минут. Никита Глазков уже выступал в составе первой сборной России на крупных международных турнирах на чемпионатах Европы. Например, он фехтовал в 2012 году. Ну, а вообще наивысшее его достижение – это титул чемпиона мира среди юниоров, которого он добился в Баку в 2010 году. Через год турнир проходил на Мертвом море. Он выиграл бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира. Ну, в этом году пока успехов больших не добился. Он выступил на одном этапе Кубка мира в Италии в Линьяно. Но зачетных очков не набрал. Сейчас он меняет оружие. Ну, Антон Авдеев входит в 20-ку лучших шпажистов мира. И, собственно, он, опять же, последним из наших шпажистов, который поднимался на этапе Кубка мира на пьедестал почета. Он занял третье место уже в этом году, 17 января, на турнире серии Гран-при в Катаре в Дохе. Так, у нас счет стал 1-1. Был 1-1 сейчас. Почему-то судьи снова поменяли его на 1-0. Тем временем, пока пауза, я скажу, что очень интересно проходили соревнования шпажистов. Просто фантастические выдались полуфиналы. В четвертьфиналах фавориты достаточно уверенно добились своих побед. Первая сборная Московской области выиграла у команды Саратовской области 45-33. Сборная Самарской области победила команду Пермского края 45-30. А москвичи выиграли у сборной Татарстана. Первая сборная Москвы 45-34. И еще в одной паре встретились вторая и третья сборная Москвы. И выиграла, как ни странно, третья команда. Ну, как ни странно, конечно, у Москвы достаточно ровный состав. Ну, вот в данный момент третья команда оказалась сильнее. И то, что это не случайно, третья сборная Москвы подтвердила и в следующем поединке, в полуфинале, где встретилась вот как раз со сборной Московской области. Видите, в составе сборной Московской области, ну, об ее силе говорить хотя бы тот факт, что чемпион России Сергей Ходос, он у ней в запасе. Сейчас, да, вот счет 1-1, восстановили. Справедливость, наверное. И третья команда Москвы еще за несколько секунд до окончания поединка вела с преимуществом в два укола. И вот именно Антон Авдеев стал героем этого поединка. Он умудрился сравнять счет. А на приоритете нанес победные уколы. Сборная Московской области, уже, казалось бы, отправившаяся по пути к бронзовому финалу, выиграла со счетом 24-23. И вот теперь вы ее видите на центральном помосте, где она встречается с первой командой Москвы в финале главном. Интересно, что и поединок в другом полуфинале, где выступали первая команда Москвы и первая сборная Самарской области, проходил примерно по тому же сценарию. Сборная Самарской области лидировала почти весь поединок, причем в какой-то из моментов преимущество самарцев достигло 7 уколов. Там 30-23 был счет, и это было в седьмой встрече. Однако москвичи вначале сравняли счет. А в последнем поединке Сергей Бида, встречавшийся с Павлом Владиславовичем Суховым, вывел команду Москвы вперед и в финал, соответственно, 43-37 выиграла первая сборная Москвы. Почему я говорю Павел Владиславович Сухов? Потому что в составе самарской команды, вы знаете, есть два Павла Сухова, один Павел Владиславович, это чемпион Европы 2012 года, бронзовый призер чемпионата мира. Ну а есть еще Павел Владимирович Сухов, который тоже входит в сборную России, на два года моложе. Поэтому, ну, то, что сборная Самарской области не пробилась в финал, ну, честно говоря, мне будет немножко проще, потому что я не буду постоянно называть фамилию, имя, отчество спортсмена. Итак, тем временем первый поединок завершился. Антон Авдеев выиграл у Никиты Глазкова со счетом 5-3. Вывел сборную Московской области таким образом вперед и на дорожке Сергей Бида и Олег Скорбогатов. Вот это Олег Скорбогатов. Оба спортсмена неплохо выступали по юниорам. Единственное, что если Сергей Бида это делал совсем недавно, он еще в прошлом году выступал на чемпионате мира среди юниоров, по наивысшего успеха на этих турнирах он добился в Москве в 2012 году, когда выиграл бронзовую медаль, то Олег Скорбогатов выступал на чемпионате мира среди юниоров четверть века назад. В 1989 году он завоевал этот титул чемпиона мира среди юниоров. И теперь это ветеран. Но, тем не менее, Олег Скорбогатов очень титулованный фехтовальщик. Он трехкратный чемпион России. Выиграл это название в 2006, 2008 и 2010 годах. То есть уже перешагнув 40-летний рубеж в 2010 году, стал чемпионом страны. Выигрывал и Кубок России неоднократно. И все это вот уже в возрасте, когда ему было далеко за 30, а то и за 40. Поэтому, если вы думаете, что я так вот пошутил, что два титулованных таких спортсменов, то это не так. Вот видите, как Олег Скорбогатов пытался запутать своего соперника, но Сергей Бида тоже спортсмен уже, можно сказать, достаточно опытный, несмотря на молодость. Входит в сборную России. И вот он сократил разрыв счета до минимума теперь 4-5. И атакует. Сборная Московской области в полном составе представляет спортивный клуб «Вулкан» из «Венигорода». Ну, а тем временем Сергей Бида, который был один из героев полуфинала, обеспечив выход москвичей в решающую встречу, сравнивает счет 5-5. Как я уже сказал, сборная Московской области состоит из представителей клуба «Вулкан» «Звенигород», а в составе московской команды есть представители МГФСО, это Вадим Анухин. Сергей Бида представляет два общества «Динамо» и «Юность Москвы». Денис Сидоров, представитель из «Дюсшор» номер 42. Ну, а Никита Глазков тоже представляет МГФСО. Тем временем Сергей Бида уже вышел вперед со счетом 6-5, нанес три безответных укола Олегу Скорбогатову. И вот сейчас и Олег Скорбогатов. Посмотреть, какой укол он нанес своему конкуренту. 6-6 ничья. Чуть больше 50 секунд остается. В международном рейтинге Сергей Бида входит в первую сотню. Ну, Олег Скорбогатов на международных соревнованиях не выступает. Поэтому имеет смысл говорить тогда о позициях, наверное, в российском рейтинге. Вот, как видите, Сергей Бида радуется. Он вышел вперед 7-6. Ну, действительно, пошло у него, что называется. Фехтование, в отличие от не очень удачного личного первенства, где он стал... Не попал в число призеров, хотя в восьмерку вошел. Ну, ему 21 год. Ну, а Олегу Скорбогатову, который 21-го в всероссийском рейтинге, исполнилось 45. Причем у них разница в 5 дней. 13 февраля родился Сергей Бида, 18 февраля Олег Скорбогатов. Разница в 5 дней, но в 24 года. Так, заканчивается поединок. 7-6 впереди москвичи. 4-1. Сергей Бида выиграл у Олега Скорбогатова этот бой. 3 секунды. Остается? Нет, может, конечно, еще что-то изменится. На дорожку должны выйти Вадим Анохин. Москва. И Антон Глебко. Московская область. Бой готовый. Начали. Кстати, и вот этих 3 секунд, посмотрите, вот что значит опыт Олега Скорбогатова. Хватило, чтобы сравнять счет-то. Готово. 7-7. Даже одной секунды хватило. С Сергей Бида бросился, но... Какое лицо непростое у Сергея. Ну что, дело он сделал. 7-7. Счеты на дорожке Вадим Анохин и Антон Глебко. Ну, я еще раз скажу, что в сборной Московской области запасным является чемпион России Сергей Ходос. Более того, выиграв золотую медаль вчера, Сергей Ходос возглавил еще и всероссийский рейтинг. Поэтому вот так вот его место в запасе немножко необычно. Антон Глебко в рейтинге стал вторым. Тоже финишировал вторым на чемпионате России, получил серебряную медаль. И второй рейтинг. Правда, между ними всего 2 очка. 83 очкового Ходоса, 81 Глебко. И все может измениться в следующих турнирах. 2 мая начинается турнир во Франции и в Париже. Третьего, точнее, закончится. 11 мая завершится турнир в Берни. И соревнования в Буэнос-Айресе 24 мая. Вот это еще 3 рейтинговых турнира, по итогам которых будет определена сборная России, которая выступит на чемпионате Европы в Страсбуре во Франции. Этот турнир начинает 7 июня. Сергей Ходос и Антон Глебко возглавляют рейтинг. Далее идет третий мой Игорь Турчин из Саратова. И Павел Сухов. Павел Владиславович, который Сухов, пока занимает 4 место. Вадим Анохин 5, Антон Авдеев 6, Сергей Бида 7. Ну, пожалуй, вот это вот и круг претендентов на место в сборной. Наиболее реальных претендентов. Между ними все расстояния в очках небольшие. Ну, вот то, о чем мы говорили. Вадим Анохин и Антон Глебко за минуту не сделали ни одного технического действия. И арбитр встречи ее прервал за пассивное ведение борьбы. На дорожку выходит Денис Сидоров, заменивший Никиту Глазкова после первой неудачи в сборной Москве. И Сергей Ходос, заменивший Олега Скорбогатова тоже после первой неудачи. Вот видите. Спортсмены, которые начинали эту встречу на скамейке запасных, сейчас выходят на дорожку. 7-7. Начинается второй круг, то есть четвертый бой. Денис Сидоров, Сергей Ходос. Чемпион России этого года Сергей Ходос против чемпиона России 2012 года Дениса Сидорова. Ну, тоже, как видите, не слишком активно действуют спортсмены. Возможно, решили тоже разыграть все в последних боях. И если еще где-то около 20 секунд не будет никаких активных действий, то Вячеслав Егоров, арбитр встречи, которого вы видите на переднем плане, несомненно, тоже поединок прекратит. И у спортсмена уступит место Вадиму Анухину и Антону Авдееву. Ну, похоже, все к этому и идет. Стоп. Да. Салют. Вот вы видите. Итак, 7-7. По-прежнему на дорожке Вадим Анухин. Вот он. Он представляет сборную Москвы. И вот Антон Авдеев. Ну, лидер сборной Московской области. Сбор. Готовы? Антон Авдеев был чемпионом России в 2011 году. Ну, а самое большое достижение, я уже говорил, звание чемпиона мира 2009. Ну, что, так же спортсмены будут? Давайте я расскажу, какие команды становились в последние годы чемпионами страны. Вот интересно, что сборная Московской области выигрывала турниры в 2006, 2008, 2011 и 2013 годах. Причем, как, что интересно, последние две победы, 2011 и 2013, подмосковная команда одержала в этом же составе. Глебко, Ходос, Авдеев, Скорбогат. А первая сборная Москвы, такой вот очень любопытный факт, вот сейчас Вадим Анохин, эти спортсмены не решили идти в пассивы. Сейчас Вадим Анохин нанес уколы и вывел москвичей вперед 8-7. Что-то он прихрамывает, да. Дорогой ценой дался ему этот укол. Когда с дорожки. Ну что, нужна помощь врача. Давайте тогда еще раз расскажу. Москвичи чаще всех побеждали в соревнованиях по шпаге. Ну интересно, кстати, что в списке чемпионов России в этом виде оружия, в командном первенстве есть сборная Белоруссии. Белорусы выиграли в 1993 году турнир, когда проходил чемпионат, был открытым. Чемпионат России. Затем побеждали команды Санкт-Петербурга, Московской области, снова Санкт-Петербург в 1995 году. Четырежды подряд выиграла первая сборная Москвы. В 2001 году победила команда Московской области. Затем опять четырежды подряд выиграли москвичи. В 2006 году выиграла вторая сборная Московской области. Вот интересно, что первая команда Москва, первая команда Москвы, извините, после 2005 года ни разу не побеждала на чемпионате России. Выиграла вторая сборная Москвы в 2007 и 2012 годах Кстати, интересно, что в 2012 году в составе второй сборной Москвы Как раз фехтовали Сергей Бида, Никита Глазков и Вадим Анохин То есть те, кто сейчас в первой сборной А в 2010 году выиграла третья сборная Москвы И в ее составе фехтовали Сергей Бида, Никита Глазков и Вадим Анохин Люджаншан еще был тогда с ними, а в 2012 году второй сборной Алексей Калинин Ну вот теперь Вадим Анохин, Сергей Бида и Никита Глазков имеют шанс продолжить свою серию побед Как видите, они побеждали по четным годам И по идее, если верить в магию чисел, то 2014 год должен быть их Команда Московской области, напротив, побеждала в последние года в нечетные 2011 и 2013 Ну что, будет 10 минут, что-то да Проблема с голеностопом у Вадима Анохина Вот он нанес такой укол Видите, включили табло 10 минут на медицинскую помощь Ну, правда, помощи-то пока никакой нет То есть только отдыхает нога, видимо Ну, Антон Авдеев продолжает На дорожке, вот видите, табло 10 минут отсчитывается, медицинский перерыв, так называемый При счете в 8-7 в пользу первой сборной Москвы И вот Денис Сидоров Рядом с ним, который только что Был на дорожке, но с Сергеем Ходосом Они за минуту не сделали ни одного действия И поединок Будете продолжил Вадим Анохин Сейчас с заморозкой Побрызгают Это вот Олег Скорбогатов был на вашем экране Вот видите, какая экипировка у фехтовальщиков Маска Знакомьтесь, это Маска Знакомьтесь, это команда Ну все, Вадим Анохин встает Все-таки не потребовалось Не потребуется, наверное, всех 10 минут Ну, конечно, босиком он фехтовать не будет Был случай в 50-е годы Он относится, правда, не к фехтованию, а к футболу Когда сборная Советского Союза приехала играть с командой Индии В Индию турне совершала И индийские футболисты вышли на матчи с нашей сборной босиком Как оказалось, они вообще там не знали, что такое бутсы В одном из каких-то штатов индийских Это Сергей Ходос, чемпион России, действующий Этот титул он выиграл вчера И у этого партнера по команде Антон Авдеев сидит слева Антон Глебко чуть правее, в центре Видите, вот он шпагу держит, стрим вверх И объясняет что-то своим молодым коллегам, Алексей Агатов Ну, а Вадиму Анохину по-прежнему оказывает помощь Это Вячеслав Егоров, арбитр встречи Да, как видите, затягивается последний день чемпионата Вы знаете, я вам, наверное, расскажу, что происходит в поединке за третье место Где встречается третья сборная Москвы и первая сборная Самарской области Сейчас Счет 19-17 Там вот вдали у нас проходит этот бой 19-17 Впереди третья сборная Москвы В ее составе выступают Алексей Калинин, Дмитрий Гусев, Алан Фордзинов и Данил Рубцов Вот вы видите этот поединок А в составе сборной Самарской области На дорожке Федор Зубов, Николай Старожилов, Павел Владимирович Сухов и Павел Владиславович Сухов Вот Алексей Калинин и Павел Сухов По-моему, это Павел Владимирович, кажется Мне так издалека не очень хорошо Нет, Павел Владиславович Ошибся Ну, у нас здесь, видите Тейпирует Ступню Вадим Анохин Тот краткий период, который мы посмотрели Встреча сборных Самары и Москвы Москва-третий Закончился в пользу самарской команды Которая сравняла счет там И там 21-21, борьба за бронзовые медали Продолжается Ну, вот Алексей Калинин Ну, можно сказать, лидер сборной команды Москвы Третьей сборной команды Он чемпион мира среди юниоров В 2012 году в командном первенстве Тогда у нас великолепная команда была Как раз в нее входили Участники Сегодняшнего поединка Вадим Анохин Никита Глазков Сергей Бида И вот Алексей Калинин Трое из них теперь Ведут борьбу за золотые медали В составе первой сборной Москвы Алексей Калинин в составе третьей команды Сражается за бронзу Вот Вадим Анохин прихрамывает Но сейчас Продолжит поединок Его соперник Антон Авдеев Чемпион мира 2009 года еще расскажу Вообще в шпаге В российский период истории У нас не очень много достижений И почти все они Что-то опять случилось С Антоном Авдеевым Расстегнулся рукав куртки И почти все они связаны С именем Павла Колобкова Хотя как Не так уж много Павел Колобков Олимпийский чемпион 2000 года Кроме того он Добился Наивысших успехов в истории Шпажного фехтования Он единственный в истории Четырехкратный чемпион мира В личном первенстве А всего шестикратный Дважды он выиграл В составе команды Кроме того У нас был Александр Бекетов Олимпийским чемпионом В 1996 году И вот Антон Авдеев Чемпион мира 2009 года В 2003 году Наша сборная Где выступал Павел Колобков Алексей Селин Сергей Кочетков И Игорь Турчин Который участвовал В этом чемпионате страны Завоевал золотую медаль В командном первенстве Ну тем временем Антон Авдеев Нанес два укола подряд И впереди уже Сборная Московской области 9-8 Ну Вадим Анухин Ну да, наверное Не просто передвигаться Ну а что Делать уже выбора Уже нет Замену сборной Москвы Произвела в предыдущем Поединке Когда Денис Сидоров Вышел вместо Никиты Глазкова Ну нет Вот видите Двигается Вот так 9-8 Московская область Ведет Идет пятый бой И вот 9-9 Вадим Анухин Сравнял счет В пятом поединке А в бронзовой Встреча счет тоже равный 24-24 Напомню там Москва 3 И первая сборная Самарской области И вот сейчас Атаковал Антон Авдеев И вот посмотрите Как ему удалось Нанести укол Готовы Начинать Преодолеть защиту Своего противника И сборная Московской области Вышла вперед 10-9 Кстати интересно Что этом Поединок Можно сказать И встреча за Лидерство В командном зачете В чемпионате Потому что До этого дня Сборные Москвы И Московской области Имели по 3 золотые медали У москвичей Выиграли Алексей Якименко В личном первенстве Саблист И командном первенстве Сборной Москвы По сабле у мужчин И по шпаге У женщин Выиграли Сегодня еще Сборная команда Саблисток Добавила золото В московскую копилку Выиграла 4 золотую медаль Команды Московской области Побед добивались Саблистка Яна Ягорян Шпажист Сергей Ходос И сборная Москвы По рапире Среди мужчин Итак Этот поединок Завершился при счете 11-9 Пользу подмосковной команды 4-2 Выиграл Антон Авдеев То есть сейчас У сборной Москвы 4 золотых медали У команды Московской области 3 И в случае победы Команда Подмосковья Сравняется По количеству золота С москвичами На дорожке Сергей Бида Лидер сборной Москвы И Антон Глебко Готово Начи Один из лидеров Сборной Московской области Ну действительно Трудно сказать В составе команды Подмосковья Смотрите Чемпион России Сергей Ходос Серебряный призер Антон Глебко Они же и в всероссийском Рейтинге занимают Первые два места Антон Авдеев Который занимает 19 место В мировом рейтинге Уступая только Павлу Сухову Павлу Владиславовичу Сухову Он 16 И Антон Авдеев Последний Наш чемпион мира В этом виде Оружия Ну и опытнейший Олег Скорбогатов Готовы? Начи Многократный чемпион России Обладатель Кубка России Поэтому назвать Кто лидер У сборной Московской области Трудно Ну Москвичей тоже Состав конечно Очень опытный Но вот Последние годы Как-то Сергей Видо выступает Ну если не Успешнее Своих товарищей У него Ну нет Все таки пока Больших побед Во взрослом фехтовании То по крайней мере Стабильнее их Несколько более ровно Ну вот сейчас Правда он пропустил Укол от Антона Галибко Но вот Теснит С его Напарника И Ушон то Вряд ли будет И вот видите Наносит укол Только я сказал Что он вряд ли будет Уходить в пассив Готовы? Начи Как он сократил Разрыв счете Не ладятся дела Москвичей В поединке За третье место Где третья сборная Москвы проигрывает Самарцам 26-30 Ну В сборной Самарской области Такой козырь Как Павел Сухов Чемпион Европы 2012 года В личном первенстве Бронзовый призер Чемпионата мира Прошлого года В Будапеште В чем там Очень обидно Павел Сухов В полуфинале Уступил Один укол Николаю Новоселову Из Эстонии Который затем И стал чемпионом мира Дубль Как вы понимаете Этого не будет Вот Сергей Бида пытается Немножко теснить соперника Найти брешь В его обороне Ну у него это не получается Зато это прекрасно получается У Антона Глебко Который Взорвавшись В таком выпаде Наносит еще один укол Еще становится 14-11 В пользу Первой команды Московской области Антон Глебко Занимает место В конце первой Суетни Рейтинг ему В этом году Исполнится 25 лет Он Буйниором Тоже как и Сергей Бида Стал бронзовым призером Чемпионата мира Только случилось это В 2009 году На турнире в Белфасте Он сейчас Обоюдные уколы Еще становится 15-12 В пользу Команда Подмосковья И 25 секунд Снова Сергей Бида Немножко поактивнее И наносит укол Вот Видите Сокращает Разрыв счета 13-15 В этом бою Счет становится 4-4 Ну все Ну все Вот наверное Теперь спортсмены Оставят Этот счет Да 4-4 Закончилась Встреча Это означает 28 лет 28 лет Исполняется В июле 14 июля Как раз За день до Открытия Чемпионата мира На который Вот в данный По крайней мере Момент У Сергея Худаса Есть хорошие шансы Поехать Поскольку Повторюсь Он лидер Российского рейтинга Чемпион России И возможно Что выиграет И вторую Золотую медаль Только уже Теперь в составе Команды 16-13 Он увеличивает Разрыв в счете Вадим Анохин Пятый На всероссийском рейтинге Ему 22 года И Вчера он выиграл Бронзовую медаль На чемпионате России Ну вот видите Он все-таки Не очень активно Двигается Видимо Травма Дает о себе знать Он в полуфинале Тогда проиграл Антону Глебко 9-15 Вчера Ну а в финале Сергей Худас Антон Глебко В основное время Завершили поединок С счетом 1-1 А в дополнительную Минуту Что это опять Со шпагой Вадим Анохин А в дополнительную минуту Сергей Худас Сразу же ушел вперед 5-1 он вел Нанес 4 укола И хотя Антон Глебко Почти что Догнал его Все-таки Сергей Худас Удержал преимущество И выиграв со счетом 8-7 Так вот Смотрите Смотрит Видеоповтор Потому что Видимо Вадим Анохин Считает Что он нанес укол Не сработала У него шпага Поэтому он ее Менял И поэтому Сейчас Арбитры Попытаются Восстановить справедливость С помощью Видеоповтора Ну что Ну что был Дубль Тогда счет станет 14-16 Или Шпага Или Антон Показывает Что удар Его укол Был нанесен В гарду Нет Так 17-13 Боя Да 17-13 Готовы Второй укол Присуждает Сергея Худаса И он Лидирует Так Снова Какая-то Неполадка Но не везет Вадиму Анохину Видите И С ногой у него Проблемы И с оружием Ну что делать Бывает Что у нас В бронзовой Встрече Она продолжается Но уже Самарская команда Уверенно выигрывает 37-30 Правда И в полуфинале Сборная Самары Вела У московской Команды Только первые 7 уколов 30-23 Счет был Ну видите Это все-таки Большая разница 30-23 Или 37-30 Тем временем Поединок продолжается При счете 17-13 В пользу Сборной Московской области Которая Имеет шанс Отстоять Свой титул Лучшей командой России Но тем временем Вадим Анохин Снова Посмотрите В выпаде Который тогда Как раз Повредил ему Но все-таки Он прихрамывает Похожий Выпад на тот Что было у него В предыдущем встрече С Антоном Авдеевым Тогда он вышел вперед Вывел вперед Московскую сборную 8-7 Это было кстати Последний раз Когда москвичи Вели в счете Сейчас он сократил Разрыв счета 14-17 И остается Полторы минуты В этом поединке Сергей Ходос Разрыв счета Увеличивает И так В следующем бою На дорожку Выйдут Никита Глазков Антон Глебко Ну а завершат Поединок Лидеры команд Сергей Бида Антон Авдеев Ну вот посмотрите Снова Успешное действие Вадима Анохина И снова Разрыв счета Сокращается 18-15 Ну вот Желтую карточку Получает Начали Вадим Анохин За что За дисциплинированное поведение Только наверное Но слишком бурную радость Ну не знаю Честно говоря За что еще он мог В данном эпизоде И вот еще один укол Вадима Анохина 16-18 Он восстанавливает Отставание всего лишь В два укола Раиль Нагимов Арбитр этой встречи Видимо просит Спортсменов успокоиться Ну а с бронзой Уже наверное Можно поздравить Первую сборную Самарской области Которая выигрывает Сейчас 41-33 Идет Девятый поединок И Давайте я Пока у нас еще только Седьмой поединок И счет 18-16 Можно немножко Отвлечься Скажу что Бронзовые медали Завоевали Федор Зубов Николай Старожилов Павел Владимирович Сухов И Павел Владиславович Сухов Ну потому что Конечно Павел Сухов Не даст Своему сопернику Отыграть Семь уколов Вот сейчас 42-35 Там счет Ну а здесь Сергей Ходос На этот раз Подловил Вадима Анохина На Готовы Начинаем Атаким его И Зажег Один фонарь 19-16 Снова перевес Сборной Подмосковью Три укола Ну решают Вадим предложил Так Оставить этот счет Но Сергей Ходос Против решает Дэн довести Спектакль до конца Салют Пожалуйста 19-16 Счет в пользу Сборной Московской области Сергей Ходос Выиграл эту встречу У Вадима Анохина Со счетом 4-3 И нас ждут Два заключительных Поединка На дорожке Да извините Никита Глазков Я сказал правильно Была же замена Никита Глазкова Заменил Денис Сидоров И Антон Глебко Антон Глебко Серебряный призер Нынешнего чемпионата России А Денис Сидоров Чемпион России Двухлетней давности 2012 года Готовы? Начали Денис Сидоров Самый опытный В московской команде Все остальные Как я уже говорил Они Спортсмены 92 года рождения Все чемпионы мира Среди юниоров 2012 года В Москве То есть им По 22 года Как Вадиму Анохину И Никите Глазкову Кстати Никите Глазкову Исполнилось Менее недели назад 16 апреля 22 года Поздравляем тоже Никиту С этой датой Ну и с медалью Чемпионата России У него как минимум Серебро будет А Денис Сидоров Ему 23 января Исполнилось 29 лет В этой команде Самый опытный Ну вот сейчас Что будет он делать Пытается Сократить разрыв счет Или оставит Сергея Биде Три укола Памятую Как Сергей Биде Здорово Фехтовал И в полуфинале Да похоже Так оно и будет Что при счете 16-19 Нет 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 Я был не прав И Денис Сидоров Мне это убедительно Доказал Похоже Возможно Что Антон Глебков Уже уверовал В то что Атаки не будет Так Нет Почему то Вы знаете Готовы? Не готов я сказать Почему у нее было Уколы может Готовы? Вы знаете Уколы нету 16-19 А фонарь зажегся Не знаю Может в пол Уколов Денис Сидоров Поединок продолжается Ну а сборная Самарской области Как я и говорил Добилась победы Со счетом 45-35 И завоевала Бронзовые медали Чемпионата страны И таким образом Остались неясно Остался В чемпионате России Только один вопрос Кто выиграет Золото А кто серебро Командам Перемьсты По шпаге У мужчин Все таки похоже на то Что Сергей Ибиди И Антону Авдееву Придется выйти на дорожку При счете 19-16 В пользу Команды МОС области Или Раиль Нагимов Не даст команду Стоп Три укола В шпаге Это достаточно серьезно Да Вот Поединок остановлен Денис Сидоров Оба раза В своем выходе Отработал на ноль Ну и Сергей Ибиди Вот он На ваших экранах Отступать ему некуда Ну а Антону Авдееву Пока что есть куда Все таки он ведет С преимуществом В три укола Точнее ведет Его сборная 19-16 Сергей Ибиди Перевязал Свою обувь Боя готова Начинается Начинается Последняя встреча Чемпионата России 2014 года Тут же Антон Авдеев Наносит еще один укол 20-16 Турнир Оказался Очень хорошо организован Ну собственно Иного мы и не ждали Потому что Лобни не первый раз Принимает соревнования Самого высокого уровня Чемпионаты России Здесь проводились Неоднократно Некоторое время Проходил турнир Шпага Подмосковья Ну правда Он потом Исчез С международного календаря И чемпионат Европы Чемпионат Европы Среди юниоров Также проходил Здесь В Лобни Предупреждение Антону Авдееву И засчитан укол Сергея Ибиды Счет становится 17-20 17-20 Сергей Ибиды Слева Антон Авдеев Справа Сергей Пытается Теснить с его соперника И Ловит его На контратаке Вот выходил В атаку Антон Авдеев Ну Сергей Ибиды Нанес укол 18-20 Сократил разрыв До Двух уколов И за две минуты Это отставание Конечно Можно попытаться Отыграть Но Антон Авдеев Не зря Считается Одним из лидеров Сборной России Не зря Он был чемпионом мира Наносит Еще один укол 21-18 Продолжает Держать Соперника На дистанции Сергей Ибиды Сейчас В международном рейтинге 84-й Антон Авдеев 19-й Сейчас Обоюдные уколы Ну а в всероссийском Они находятся рядом Шестой Авдеев Седьмой Бида Я уже говорил Что Сергей Ибиде 21 год Он родился 13 февраля 93-го года Антон Авдеев Старше Ну он чемпионом мира Стал В 23 года Едва ему исполнилось 23 2009 году Это было А в этом году 8 сентября Ему будет 28 лет А тем временем Сергей Ибиде Сокращает Разрыв В счете Но сейчас Укол Не был засчитан И поединок Продолжается При счете 22-20 В пользу Первой сборной Московской области Но вот сейчас Сергей Ибиде Посмотрите Какой замечательный Красивый укол Нанес 21-22 Давно уже Москвичи На расстоянии Одного укола Не были Но сборная Московской области Это сильнейшая Команда И вчера Ее представители Не зря Поднялись На золотую И серебряную Ступени Педестала почета И это Антон Авдеев Который Подняться На педестал почета Сам не сумел Он выбыл Вчера в четвертьфинале Но вот теперь Доказывает Все таки То что он Один из лидеров Из команды Московской области Да и сборной России Тоже 23-21 Он выигрывает И пошла Последняя минута Этого поединка И чемпионата России 24-21 Антон Авдеев Если конечно Не случится так Что Москвичи сравняют счет Тогда Будет еще Дополнительное Время Вот вы слышите Как Подбадривают Сергей Ибиды Видимо его коллеги По сборной Не обязательно По первой Может это спортсмены Второй Или третьей команды Остается Меньше 40 секунд И Антон Авдеев Увеличивает Преимущество Вот это уже Совсем Серьезно 25-21 26-21 Ну Москвичи Конечно Могут Сотворить чудо Но честно Говоря Сейчас уже В это Да 27-21 Пожалуй Шесть уколов У Антона Авдеева Отыграет за 20 секунд Дело фактически Нереальное Дубль 28-22 Готово Начинаем И сборная Московской области 29-22 На турнире Который проводится В Горде Лобня Московской области То есть Хотя команду Составляют Шпажисты Из Венигорода Но все-таки Регион один То есть Фактически Хозяева дорожки Завершают Этот Чемпионат России Победой 31-23 Счет становится И 8 уколов За 13 секунд Дубли 32-24 Начинаем Команда Московской области Большую часть Встречи вела И наверное Это Справедливо Что она Одержала победу 7 секунд До конца 9 уколов Серебряные медали Выиграла Первая сборная Москвы Вадим Анохин Сергей Бида Никита Глазков Денис Сидоров А чемпионами стала Первая сборная Московской области Антон Авдеев Антон Глебко Олег Скоробогатов Сергей Ходос Мы поздравляем Мы поздравляем Думали уже спортсмены и сами Все Итак Счет 37-26 Сборная Московской области Первая сборная Московской области Чемпион Команда Москвы Первая Серебряный призер Ну а мы завершаем серию трансляций Из Лобня С чемпионата России по фехтованию Вы еще увидите награждение участников А я с вами прощаюсь Вел репортаж Алексей Попов А трансляция была организована Компанией ТСМ Совместно с Федерацией фехтования России Режиссер трансляции Ольга Свешникова Всего доброго Ну и я надеюсь до следующих встреч В фехтовальных залах На фехтовальной дорожке Любите этот прекрасный вид спорта До свидания Всего самого хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры 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 Алексею Дубровскому Награждение производит первый лицый президент Федерации давания Московской области Владимир Иванович Белов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.